Здравствуйте, ребята! Вот я вернулся с Турции, теперь я нахожусь у себя дома, в кухне, в Лондоне, в Англии. И когда я был в Турции, мои FFI-партнеры увидели и попробовали мой рожаной хлеб, который я пеку дома, и попросили сделать это видео, потому что этот хлеб им очень понравился, и они хотят сделать, они сами дома. Это очень, кстати, просто. Я вас сейчас научу. В принципе, сперва вам нужно приготовить, чтобы не печь хлеб с дрожжами, надо приготовить натуральную бактерию, натуральную смесь. Для этого вам нужна роженая мука, и обязательно, чтобы был молот, с целого зерна. Итак, первый день. Вот берете только, наверное, побольше. Я покажу вот, например, вот такую баночку пустую. Здесь есть весы. Вешаем 50 грамм этой муки, немножко теплой воды, смешиваем, одеваем крышку, но обязательно с дырками, чтобы бактерия попала внутрь и начала расти. Уже по запаху можно чувствовать, что если все удалось, и обязательно держать, оставить на 24 часа, в тепле не меньше, чем 20 градусов. Итак, 5 дней. Каждый день вы опять открываете эту баночку, опять добавляете 50 грамм рожаной муки, немножко теплой воды, опять вы смешиваете смесь и опять поставляете на тепле. Итак, 5 дней. На шестом дне. Вот это у меня уже готово. Я обычно немножко прикрываю пленочкой, потому что иногда она просто так сгушует, что и вертится через края. Вот сейчас посмотрите, как она выглядит. Это видно воздух внутри. Эти поры воздуха, значит, она полна бактерий. Натуральный. И хлеб будет расти не хуже, даже лучше, чем с дрожжами. Вот сейчас будем делать смесь первого дня. Для первый день смеси. И берем ржаной муки. Где-то 400 грамм. Опс, забыл включить весы. 400 грамм. Здесь не хватает. Возьмем еще. Как я уже упомянул, эта мука должна быть сделана с целого зерна. Необычная мука. Ну вот. Взял 400 грамм. Выложили все здесь. Вот теперь запоминайте. Когда после 5 дней вы приготавливаете эту смесь, я всегда, чтобы опять не повторяться, 5 дней и так далее, я всегда отлаживаю немножко для следующего раза. Тогда вам хватает одного дня, чтобы вырастить. Опять добавляя 200 грамм муки и этот кусочек смеси подержать в тепле. И вы уже имеете готовую смесь на следующий раз. А это я вложу в холодильник и она будет жива до 10 дней. Все остальное я вылаживаю в хлебную смесь. И вот здесь. Нам теперь нужно немножко теплой водички, только помните не горячий, а теплый, все хорошо размешиваем. Так, нам еще надо воды, сейчас быстренько сделаем немножко водички, все, хватит. Я уже не делаю это руками, совсем не обязательно, потому что тесто очень-очень липкое и вы потеряете только время. Совсем не хуже, если вы будете использовать деревянную большую ложку. Ну вот, смесь первого дня готова, теперь мы будем опять, поставим опять на 24 часа, чтобы она опять поднялась и выросла. Я обычно это опять закрываю пленочкой. Так, прошло 24 часа, посмотрим, что у нас получилось. Развертываем. Нормально. Тесто полное пузырьков. Так и надо быть. Ах, как пахнет! Прекрасно! Вот посмотрите, как много пузырьков воздуха в тесте, значит, тесто это то, что нам и надо. Так, теперь будем приготавливать тесто второго дня. Кстати, тесто второго дня, это абсолютно дело вкуса и фантазии. Вы можете класть, потому что уже фундамент хлеба у вас есть, вы просто можете добавить ржаной муки, размешать всё тёплой водой и класть в форму и в духовку. И всё, и у вас нормальный хлеб. Но я немножко хочу, но я делаю немножко по-другому. Немножко по моему вкусу. Так, добавляю 400 грамм жаной муки. Это, кстати, на три буханки хлеба. И нам хватает на нашу семью четырёх человек. Хватает на 10 дней. Так, потом я ещё добавляю муку всякую разную. Тут где-то четыре сорта, чтобы было интереснее. Где-то 150 грамм. И ещё добавляю молотый зародыши пшеницы. Где-то 50 грамм. Все продукты у меня органик. А дрожжей я не ложу, потому что дрожж убивает в нашем кишечнике полезную бактерию. Что позволяет наше пищеварение работать хорошо. Так, теперь я бросаю в тесто семена. Тут и семечки, и тыква. Вот, кедровый орех тоже. Кмин. Это всё по вкусу. Немножко меда. Три ложки натурального тёмного сахара. Нерахнованного. Где наша ложка. Вот такой сахар. Одна полная ложка соли. И полную ложку маласа. Маласа это как бы продукт, который остаётся в сахарном заводе, когда производит сахар. Вот этот белый сахар, в котором ничего не осталось хорошего, идёт в продажу. А вся хорошая вещь, я не знаю, где уходит. Я всё это покупаю в магазине органических продуктов. И вот маласис это делает наш хлеб тёмным, ржаным. Кстати, тоже немножко оливкового масла. Чуть-чуть. И разных орехов моих я делаю немножко помелче. Чтобы лучше размешалось. И было понемножку во всех трех буханках хлеба. Раньше я ещё пёк одну буханку как бы сладкую. Тот же самый тесто. Просто отлаживал немножко на одну буханку. И вложил туда, добавлял туда всяких сушёных фруктов. И получалось как бы сладкая буханка хлеба. Всё. Готово. Теперь нальём тёплой водички. Хорошо размешаем. Тесто должно быть не совсем жидким. Просто чтоб не падало с ложки. Когда поднимаешь ложку с тестом, тесто не должно с ложки падать. Тогда, значит, она готова ложить форму. Вот я использую такие формы. Три. Но хлеба, если не имеете, это не важно. Вы можете хлеб печь в кастрюле. Обыкновенной металлической кастрюле. И потом сразу в духовку. Всё. Надо хорошо размешать. Так. Тесто, как видите, уже готово. Вот оно примерно такое должно быть. Теперь мы подготовим формы. Чтоб хлеб не прилип. К формам. Мы их подготовим. Перед тем, как положим тесто. Просто оливкое масло размажу по всем краям формы. Так. Мы намачиваем. Намачиваем ложку под водой, чтобы тесто было ровненько в каждой форме. Вот так, чтобы не липло к ложке. Постоянно намачиваем под водой. И вот так. Подготавливаем. Теперь. Это тоже дело вкуса. Но я наверх насыпаю семена льна. льна. То, может, тмин или ничего вообще. А я насыпаю семена льна. Мне так нравится. Это, конечно, дело вкуса. льна. И опять то же самое. Намачиваем под водой. И просто закрепляем в тесто эти семена. Как это сделаем? Потому что у нас в Англии теперь зима. Конечно, снега еще нет. Но, в принципе, неприятно и холодно. Влажно. А тесту подняться надо не меньше 20 градусов тепла. Я обычно ложу формы на батарею. И ставлю на 3 часа, чтобы тесто поднялось. А уж тогда мы посмотрим, когда тесто будет поднято и готово. Мы будем... Окей. Как видите, нам не понадобилось и 3 часов. Хватило 2 часов. И, как видите, все буханки полные пушистые формы. Ведь была только половина формы. Так что хлебушек поднялся очень хорошо. И теперь мы ее положим в духовку и будем печь хлебушек. Одна фишка интересная. Чтобы еще лучше она поднялась, когда будет в духовке, надо залить горячей воды, ну, кружечку, форму снизу. Вот я сейчас покажу. Это кипяченая вода, кипяток. Солю форму. Положу вниз, под хлебушек, где он пойдет. Теперь первые 15 минут надо печь на 220 градусов, чтобы сформировалась корочка. Сейчас положим. А потом унижим до 200 градусов и будем печь примерно 50 минут. И, считай, хлебушек наш готов. Вот, теперь будем только ждать, когда наш хлебушек испечет. Итак, прошло 50 минут. Наш хлебушек готов. Вы даже не представляете себе, как на кухне пахнет. Это так вкусно. Ах. Сейчас вынимаем наш хлебушек. Видите, красотища. Настоящий черный хлеб. Ах. 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 Прекрасно. Прекрасно. Пиской. Ух. Ах. Их. Ах. Ах. Их. Сейчас я накрою. Я его и пусть он остынет. А утром положу в хлебницу. И вот, ребята, моя семья обеспечена хлебом на целую неделю. И не обыкновенным хлебом, а испеченным дома, моими руками, все органик. И, пожалуйста, пробуйте и кушайте на здоровье. С вами был Валентин Азнавицко из Лондона, с Англии. Всем привет. Пока. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok